здравствуйте уважаемый зритель моего канала с вами Олег Яворович и его мастерская сегодня хочу с вами поделиться своим опытом как у меня получилось отремонтировать ручку моего ледобура всем знаменитый ледобур тонар или как его еще в простонародье рыбаки называют барнаульский бур конечно очень даже классный цена качество здесь не обговаривается он работает исключительно я уже им пользуюсь вместе своим братом порядка трех лет и никаких проблем не было но вот на последней рыбалке у меня получилась неприятность что-то в моей ручке здесь очень сильно зарычало такое впечатление что-то перемололось и моя ручка осталась у меня прям среди рыбалки у меня руках и остался без бура сейчас я покажу как я вышел с этого неприятного положения в моем городке такой ручки негде прикупить так что глаза смотрят а руки делали для начала нужно разобрать ручку ледобура для этого мне понадобится простая плоская отвертка можно взять поменьше можно взять побольше смотря какая вам удобно и так снимаем верхний колпачок нашей ручки слегка поддевая отверткой прокручиваем ручку и снимаем вот этот колпачок ту же процедуру делаем с обратной стороны ручки разбираем ручку и смотрим ручку разобрали вот она вот она причина именно вот этой штуковине инженеры придумали да не додумали в принципе как и всегда у нас наверное в импортном варианте такой штуковины и не найдешь вот именно на эту запчасть ледобура приходится особая нагрузка потому что мы рукой жмем мы крутим но они почему-то сделали вот такую я бы ее назвал байду вот она совершенно некачественную и я бы сказал немножко неправильно ну давайте не будем говорить уже о плохом нужно выйти с положения потому что рыбалка продолжается а я остался без бора и так что же мне нужно для того чтобы сделать вот такую штуковину нужна ножовка по металлу нужен шуруповерт сверло на 2 миллиметра и сверло на 6 миллиметров нужны саморезы их еще у нас называют блохи это саморезы по металлу в данном случае я взял саморез длиной 1 сантиметр больше точно нельзя меньше можно попробовать взять и нужен кусок металлопластиковой трубы для водопровода наружный диаметр 2,5 сантиметра внутренний диаметр 1,8 сантиметра почему я выбрал эту трубу можно было взять другую трубу но именно в этом варианте я посчитал может я ошибаюсь пишите в комментариях если это была моя ошибка этот материал должен состоять из какого-то капрона потому что там нагрузка и там трение вот я думаю что такая водопроводная труба подойдет очень даже неплохо нам нужно вырезать кусочек трубы вот такой ширины и так режем кусочек трубы водопроводной в 1 сантиметр и так я вырезал трубу шириной в 1 сантиметр берем теперь ручку и будем примерять эту втулку эта втулка должна стать вот центральную часть ручки где самое широкое место вот сюда вот эти пазы вот смотрим как она стоит практически мы угадали почему-то наши мастера сделали там 8 миллиметров да там плюс-минус вот я сделал сантиметр и вот сантиметр и то имеют маленький люфт этого достаточно люфта не нужно меньше резать то есть сантиметр в самый раз это будет намного надежней берем теперь нож делаем такую фаску с одной и с другой стороны это труба водопроводная германская качество у немцев гораздо лучше чем наши качества так что я думаю мой бур будет себя чувствовать очень даже хорошо и так втулка готова одеваем теперь втулку на рукоятку нашего бура диаметр трубы насколько подошел четко что втулка одевается довольно таки я бы сказал сложновато вот так но одевается это хорошо что не будет никаких лишних люфтов теперь смотрим в какое положение нужно эту втулку одеть для этого нужно взять ручку и примерить вот смотрите вот эту втулочку я одел на рукоятку и вот в конце рукоятки когда я одел эту втулку я оставил буквально ну где-то один ну максимум два миллиметра вот здесь зазора да здесь два миллиметра даже нет то есть ручка у меня имеет вот такой небольшой люфт вверх-вниз но главное чтобы металлическая трубка не выступала за край нашей ручки берем маркер и отмечаем вот здесь вот такую линию выставляем центр и с этой стороны и для надежности я сделал еще и с этой стороны вот так а их не техническое отверстие я оставил вот здесь посредине то есть я его трогать не буду пусть оно там остается на память теперь беру шуруповерт и делаю здесь отверстие сверлом на два есть с этой стороны и с противоположной стороны тоже есть теперь берем снимаем сверло и берем сверло на шесть сверлом на шесть мы сделаем здесь потай вот в этом отверстии с этой стороны и вот с этой стороны снимаем сверло ставим биту давайте посмотрим какие получились у меня потай вот видите просто маленькие углубления с этой стороны и углубления с этой стороны теперь берем саморезы вставляем и зажимаем вот так поджали главное тоже не переборщить и второй саморез зажимаем и так поджали теперь нужно проверить это все одеваем ручку и смотрим нет ли у нас зацепов самой ручки заголовки саморезов проходит очень чисто как раз у меня получилось все классно потому что вот здесь есть зазор порядка миллиметра 3-4 то есть соответственно головка самореза не будет зацеплять ручку и не будет вытирать никаких здесь лишних местов так это у нас готово а все ребят мой бурно мази одеваем одеваем вот эти втулки хи хи и здесь ну шо скажите что моя ручка плохо работает я более чем уверен что это будет гораздо лучше работать чем вот эта штуковина так что делайте и все у вас тоже получится потому что я понимаю что с такой проблемой будут проблемы у всех рыбаков если там точно такое же качество соответственно такая втулка стоит и здесь на средней ручке барнаульского бура просто на эту ручку намного меньше нагрузка чем на нагрузка на верхнюю ручку вот потому то она у меня и вылетела ну что же уважаемые зрители сегодня я вам показал как я быстренько отремонтировал ручку своего ледобура который называется тонара в простонародье ее рыбаки называют барнаульским если мое видео было вам полезно ребят поставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии барнаульский бур довольно таки неплох я уже это говорил в начале видео но тем не менее производитель накосячил потому что я не считаю что было правильно делать вот такую втулку производитель накосячил а нам пришлось немножко подумать головой руками что-то сделать и мы исправили это все положение я думаю довольно таки неплохо и хотелось бы услышать от вас ребята возможно кто-то уже стыкался с такой проблемой и как-то вы ее решали ну конечно вы могли решить пойти в магазин на рынок приобрести такую ручку и снова вы на коне у вас есть бур а что же делать этим ребятам и рыбакам у которых нет магазинов нету рынков где приобрести такую ручку так что если у вас была такая проблема хотелось бы услышать решение вашей проблемы а пишите это в комментариях я с удовольствием их выслушаю возьму во внимание потому что иногда я тоже делаю косяки я ведь тоже человек и имею право на ошибку многие иногда пишут ты не прав ты неправильно делаешь кто не делает тот не ошибается так что всем удачной рыбалки хорошего настроения и до новых встреч ребят пока с вами был Олег Яворович и его мастерская и его мастерская